Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского и Егуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главном. Представители Международной космической станции снова приземлились в Караганде. Красная дорожка в Караганде. Создатели казахстанского фильма «Рекетир-2» в шахтерской столице. Кубок имени Косыма Манжолова вернулся на Каркаролинские просторы. Представители Международной космической станции снова приземлились в Караганде. Российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт Европейского космического агентства Саманта Крестоверетти и астронавт НАСА Терри Верц приехали к нам не с пустыми руками, а сцены реликвий. Иконы преподобного Севастьяна, старца Карагандинского. Продолжит Николай Кровец. Уже не в первый раз Карагандинская земля встречает представителей экипажа с Международной космической станции. На этот раз неподалеку от шахтерской столицы приземлились три покорителя космоса. Антон Шкаплеров, Саманта Крестоверетти и Терри Верц. На орбите все участники провели больше шести месяцев. Мы продолжаем программу, которая ведется на МКС. Ее главная задача не просто летать и вам отправлять снимки, как мы там прикольно живем на станции. Конечно, больше всего это работа. И я точно знаю, что Этерри и Саманта, ну, больше всего, конечно, извини, Этерри и Саманта, которая все свободное время, по ночам даже, старалась как можно больше сделать для науки, для образования. И разрешите мне еще раз от всех жителей Карагандинской области, от города Караганды, поздравить вас с завершением вашей космической одессеи и пожелать вам всяческих успехов. Всем космонавтам по доброй традиции вручили подарки. Это казахские шапаны, камзолы, именные матрешки и книги, изданные к 60-летию Байконура. Члены экипажа, в свою очередь, и карагандинцам сделали презент. На шахтерскую землю вернулись иконы и мощи преподобного Севастьяна, старца Карагандинского. Теперь ценная реликвия будет храниться в Свято-Виденском соборе. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. С 15 апреля в Казахстане стартовал новый пилотный проект ЕРСО. Он призван решить многочисленные проблемы бизнесменов, которые подверглись незаконным проверкам. Правда, пока в Караганде отважились его внедрить всего три организации. На сегодняшний день вопросы защиты малого и среднего бизнеса весьма актуальны. Даже заседание штаба по противодействию незаконных проверок предприниматели провели. К участию подключились сотрудники Генеральной прокуратуры, которые недавно внедрили новый проект на территории нашей страны. Его название – ЕРСОП. К нему уже подключилось Карагандинское общество по защите прав потребителей. Скоро им начнут пользоваться органы ЧАЭС и инспекция труда по Карагандинской области. Хочу сказать следующее, что иногда бывает так, что предприниматель просто не может получить информацию. Я думаю, это, наверное, для кого не секрет, просто получить информацию, что за проверка в отношении его ведется, какие должностные лифты в этой проверке участвуют. Я думаю, наглядный пример, сегодняшний проект, который называется ЕРСОП. Участники заседания отметили, что новый проект нужен казахстанским бизнесменам, поэтому всем присутствующим наглядно показали все его преимущества и положительные стороны электронной системы. Николай Кровец, Ажас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Поддержи отечественное. С таким лозунгом сегодня карагандинские строительные организации заключили меморандум о взаимной поддержке с Палатой предпринимателей и Ассоциацией застройщиков области. Теперь их продукция будет уже на стадии производства, пользоваться спросом и иметь конкретного покупателя. Об этом стало известно в ходе проведения встречи с подрядными организациями и бизнесменами стройиндустрии. О реализации цементной продукции застройщикам по цене 14 040 тенге, в общем объеме 18 460 тонн. Сегодня в зале Дворца молодежи яблоку негде упасть. Предприниматели, застройщики и представители исполнительных органов собрались здесь, чтобы познакомиться. Зачастую строительная продукция у нас в регионе выпускается массовым потоком, но не всегда легко находит своих покупателей. По словам заместителя Акима области Ануара Ахмеджанова, здесь и сейчас им выпал шанс найти друг друга. Патриоты нашей области, патриоты нашей республики должны максимизировать свои ежедневные деятельности, максимизировать количество тех товаров, которые производятся на территории нашей области, потому что это рабочие места для Карагандинской области, это налоги. В ходе диалоговой площадки Акимат нашей области подписал ряд меморандумов и договоров. Теперь поддержку в реализации цемента и других строительных материалов получит Ассоциация застройщиков. К тому же совместными усилиями они хотят создать Центр кластерного развития этой индустрии. Там они будут обсуждать свои насущные вопросы. Действительно, при поддержке государства и нашей местной власти, которая, как вы видите, очень активно этого нам желает, мы разойдем этот кластер, и у нас не будет проблем при вхождении сюда всех наших партнеров из Содружественных стран. Мы сможем показать свою конкурентоспособность и свою мощь. Лето – сезон не только отпусков, но и приведение в порядок инженерных сетей улиц дворовых территорий. В Караганде проводятся ремонтные и строительные работы, которые находятся на особом контроле у администрации города и области. Пессимисты сетуют, что опять копают, а пессимисты радуются, что город становится симпатичнее. В ходе очередной рабочей поездки по областному центру первый заместитель Акима области Ассалбек Дусибаев ознакомился с проводимыми в Караганде ремонтными и строительными работами. Первым пунктом стала реконструируемая теплосеть по улице Леди на протяженностью более одного километра. Начата разборка грунта и демонтаж лотков. Скоро здесь будут проложены новые предварительно изолированные трубы с увеличенным сроком службы. В результате будут значительно снижены теплопотери. Финансирование ведется в рамках программы НОРВИ. Затем Дусибаев посетил 15-ю магистраль, где начаты работы по среднему ремонту дороги. Здесь планируется отремонтировать почти 8 километров трассы, на которую выделено 275,5 миллионов тенге из областного бюджета и 415 миллионов тенге из городского. Еще одним центром внимания стал возводимый на улице Беринского физкультурно-оздоровительный комплекс. Он вместит в себя плавательный бассейн, просторный баскетбольный зал, ринги для бокса, тренажерные и служебные помещения. Работы выходят на стадию отделки. Ассалбек Дусибаев сделал ряд критических замечаний по ходу строительных работ и поручил вести строгий контроль над качеством. Он отметил, что подобный физкультурно-оздоровительный комплекс создается в районе, известном под названием Майкудук, впервые и должен стать своеобразным магнитом для молодежи Октябрьского района. В том же районе областного центра начата комплексная модернизация дворовых территорий по адресу микрорайон Восток-1, дома 2, 3, 4, 5, 6, 1 и 6, 2. Здесь будут возведены игровые площадки, спортивный городок, тренажеры. Двор будет заасфальтирован, возникнут расширенные парковки, тротуары, искусственные неровности. Появятся новые светильники, зеленые насаждения, скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, беседки для игр, шахматы. А правда, как всегда, сомневающихся среди жильцов было много, особенно негодовали на строителей. Есть подрядчики, которые несут ответственность за ремонт, за ремонт подъездов. Вы просто зайдите сейчас для интереса, вот у меня вот подъезд, вот зайдите, да. Это даже не косметический ремонт, а говорили, что будет капитальный. Паспорт висел, как было все красиво, весело нарисовано. В итоге сделали просто, даже деревья не подрезаются, сухие вот ветки. Кто за это ответит, до сих пор продается земля кусок в этом сквере. Я не знаю, но это уже, понимаете, я думаю, что это что-то неправильное. Постоянно в нашем дворе ремонтные работы производят, водоканал, там, я не знаю, какие-то структуры. После благоустройства. Вот в этом районе, вот здесь постоянно, каждый год копается, вот в этом районе, вот здесь. Все с ним не согласовано. Да? Все с ним не согласовано. Вот это столько труд, столько работы, оно все... Здесь, в этой программе, 50% будут недовольны, 50% будут довольны. Всегда, хоть что делать. Футбольное поле. Половина, у кого дети есть, они довольны. У кого подросткового возраста, то школьники, они играют в футбол, а у кого нету детей, у кого нету внуков, они недовольны, потому что дети кричат, бегают, орут до утра там в футбол и мешают людям спать. 50 на 50. И любое, любое, вот здесь вот, любой элемент, любой элемент, который здесь находится, он вызывает 50% довольства, 50% недовольства. Сколько людей, столько и мнений. Жаль, что до сих пор собственники квартир не могут научиться находить решения, приемлемые для большинства жильцов. Рабочая поездка по городским объектам закончилась на юго-востоке. Здесь были презентованы планы среднего ремонта проспектов Шахтеров и улицы Букетова. Проведено первое рабочее совещание в строящемся доме Дружбы. По соседству началось строительство новой школы на 1200 мест. А сам Дом Дружбы с необычным интерактивным фасадом станет рабочим штабом, в котором будут еженедельно собираться дирекции нового центра. Из актового зала на четвертом этаже открывается отличный вид на будущую строительную площадку, где возникнут современные многоэтажные дома, административные здания, торговые и развлекательные комплексы, дворец детей и мультимедийная библиотека. По итогам объезда первый заместитель Акима области Салбек Дусибаев дал ряд поручений по качественному и оперативному проведению ремонтных и строительных работ. Сергей Высокосов, Айдын Шакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. 11 июня под председательством Акима области Нурмухамбета Абдебекова прошло очередное заседание Координационного совета по государственной программе индустриально-инновационного развития. Внимание у членов совета был представлен проект ТО «Тао Кент Суплес» по организации производства упаковочного материала из термопластичного пулемера этилена, претендующий на регистрацию в качестве участника специальной экономической зоны Сары-Арка. Реализация этого проекта стоимостью 21,4 миллиона тенге запланирована на 2015-2016 годы. Проектная мощность составляет порядка 30 тонн ежемесячно. Затем по вопросу актуализации карты индустриализации выступил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Толиген Гимбаев. Он сообщил, что из карты исключен один проект производства клинкерных термопанелей компании «Мастер-класс строй» из города Сарани, а по восьми изменены параметры проектной мощности. «Хотелось бы отметить, что этот проект был запущен ранее в 2011 году. На протяжении нескольких лет загрузка данного предприятия была средняя, поскольку производимый вид продукции по цене не обеспечивал 100% загрузку данного предприятия и не был востребован со стороны потенциальных потребителей на полную 100% мощность». К настоящему времени в карту индустриализации на 2015-2019 годы включено 30 проектов с объемом инвестиций 374,6 миллиарда тенге и созданием почти 6 тысяч рабочих мест. А всего карта индустриализации насчитывает с учетом предыдущих лет 88 проектов на сумму порядка 500 миллиардов тенге. На заседании Координационного совета были рассмотрены два инвестиционных проекта, рекомендованных для включения в карту индустриализации. Это увеличение производственных мощностей завода по выпуску катодной меди ТО «Медная компания Коунрад» и модернизация машиностроительного производства на филиале ТО «Корпорации Казахмыс» «Каргандинский литейно-машиностроительный завод». Оба проекта были признаны соответствующими приоритетом государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы и рекомендованы для включения в карту индустриализации. Кроме того, был рассмотрен ряд проектов в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». По итогам заседания Нурмхамбет Абдебеков поручил Управлению промышленности и индустриально-инновационного развития включить в карту индустриализации одобренные проекты, а Управлению предпринимательства направить список поддержанных проектов в рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в фонд развития предпринимательства «Дому» в банке второго уровня и в акиматы городов и районов для проведения соответствующих процедур. В нашем городе стартовал конкурс «Казахшан-Халай-Балакай». Участники – воспитанники детских садов и мини-центров. На сцене Дома культуры Майкудука дети разных национальностей блещут своими знаниями государственного языка. На сцене юные актёры и актрисы показывают инсценировку национальных обычаев. Каждая из десяти команд соревнуется в исполнении песен и стихов. Турнир на знание казахского языка среди иноязычных дошколят проводится вот уже в восьмой раз. Пятилетние малыши приезжают сюда с отличной подготовкой. Они выполняют различные задания и показывают свои ораторские способности. Помимо этого оценивается актёрское мастерство и знания национальной культуры. Вот и маленький Арсений Селиванов приехал сюда не с пустыми руками. Юный полиглот знает три языка. Помимо казахского и русского, он с увлечением читает стихи на родном корейском. По словам организаторов конкурса, ежегодно количество участников бьёт рекорды. Иногда выбрать 10 основных команд очень трудно. Это доказывает, какое внимание уделяется государственному языку в садах. Наша главная цель – пропаганда государственного языка среди дошколят. Также оценка работы в этом направлении. Все участники показывают хорошие результаты и знают не только язык, но и культуру нашего народа. Никто из участников не остался без внимания. Жюри оценивали строго, но справедливо. Гран-при завоевала команда детского сада «Алтын Сака». Аймамрина Улжас Габасов Арман Нартаев – первый карагандинский. Красная дорожка в Караганде. По ней прошли создатели казахстанского фильма «Рекетир-2» для встречи со своими зрителями. Особо приятно, что режиссер картины Ахан Сатаев – наш карагандинец. Карагандинцы на ура встретили творческую группу фильма «Рекетир-2». Первый фильм, который вышел на экраны в 2007 году, стал резонансным не только для любителей острого сюжета, но и для вдучивых зрителей. На пресс-конференции от режиссера фильма добивались, чтобы он намекнул на развитие сюжета. Почему выжил главный герой? Напомним, что первый фильм – это скорее автобиографическая история у жизни молодого человека по имени Саян, рассказанная им самим. Когда-то в начале 90-х он, парень, который родился и вырос в Алмате, подающий большие надежды боксер, решил, что дорогу в жизни можно пробить своими кулаками. И вроде все складывалось для него неплохо, даже очень. Но наступает момент, когда он начинает понимать, что назад уже дороги нет, что за все в жизни, оказывается, надо платить. Какой ценой? Он и узнал. Оригинально, это мы не экранизировали какие-то, то есть история не от основы, она реальность. Никакой. Она придумана, да. Не станет ли второй фильм повтором первое? На какую аудиторию рассчитывают авторы? Вопросов много, но гостей уже ждут в зале, поэтому ответы звучат лаконично. Это те люди, которые ходят в кинотеатр активно, и те, кто ходит пассивно. Мы хотели привлечь их тоже в залы. По возможности, если это у нас получится. А вот не станет ли неким клише роли для актеров? Каждому из нас хотелось бы сыграть максимальное количество образа и персонажей. И неважно, сделаю это или нет. Есть какой-то характерный персонаж из нынешней кинематографии, современной, которая совершенно слизывается к тому, что вы желаете сыграть? Да. Я иногда называла картину «Девушка с другом другом». Да. То есть я говорила, что для такой роли мне не дало какую-то сделать. Главная встреча – встреча со зрителем. Цветы, улыбки и рассказ авторого фильма о том, что прошлое не отступает. В фильме судьба дарит главному герою второй шанс. Все считали его погибшим. С момента гибели Руслана прошло уже 10 лет. Саян, преданный помощник Руслана, принял решение отойти от дел и начать жизнь с чистого листа. Когда к нему в дом пришел младший брат погибшего начальника Була, Саян насторожился. И не зря. Була хотел мести. Но Саян не готов возвращаться к прошлому. Тут-то и начинается все самое интересное. Правда, авторы не все рассказали о фильме. Главную интригу припасли на потом, на просмотр. А на встрече звучали слова благодарности. Мы гордимся вами. И нам очень приятно, когда караганинцы во всех сферах жизни победителями выходят. То есть, когда узнаешь, что вот караганинец, Ахан Сатаев снимает фильм. Или караганинц занимает такое-то место. Для нас это караганинцы очень значимые. В фильме присутствуют стандартные наборы эпизодов криминального жанра. Драги, стрельба, большие деньги, ночные клубы, красивые женщины, любовь и предательство. Все коллизии вытекают из прошлого, которое порой реальнее настоящего. Счастливого вам просмотра. Сергей Высокосов, Лужас Горбасов, Арман Нартаев, 1-й караганинский. Симиртауский атлет Александр Загревский завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу, который проходил в Финляндии. Спортсмен выступал в весовой категории 120 килограммов. Среди именитых чемпионов и рекордсменов мира борьбу за награду вели почти 800 спортсменов из ряда стран. Третье место нашему тяжеловесу далось нелегко. Александр Загревский показал хорошие результаты в отдельных упражнениях – серебро по жиму штанги и бронза по приседаниям. Тренировала его Ирина Дейнека. Чемпионат мира проводится по всем весовым и возрастным категориям. Кубок имени Косыма Аманжолова вернулся на каркаролинские просторы. Искусствоведы, журналисты, актеры и режиссеры из Астаны и шахтерской столицы встретились в поединке за красивыми голами. Футбольный матч длительностью в 90 минут определил победителей – команду Караганды. Они выиграли со счетом 5-2. Турнир в память о великом Косыме Аманжолове проводится уже в третий раз. Сегодня на футбольном поле стадиона Каркаролинска собрались люди искусства и литературы из Астаны и шахтерской столицы. Они, как оказалось, тоже любят погонять мяч. С 2013 года Кубок Косыма Аманжолова выигрывала команда Астаны. В этом году, наконец-то, мы их обыграли. Участники – обычные люди искусства, актеры, журналисты, аквины. Но всех нас объединил футбол и уважение к памяти этого человека. В нелегкой и жаркой игре обе команды отличились ловкостью и быстротой. Но наши любители кожаного мяча оказались все же сильнее. «Игра с каждым годом привлекает все больше игроков. Мы считаем, что наш пример поможет и молодежи, ведь спорт – это здорово». В ходе игры всех участников наградили различными номинациями и спонсорскими призами. В будущем организаторы планируют провести этот турнир в Астане. Аймамрина Арман Нартаев – первый карагандинский. И последняя информация на сегодня. Карагандинцев ждет Саба Антуй. Татаро-Башкирский общественный центр «Ихлас» приглашает жителей и гостей города 14 июня прийти к 12 часам в Центральный парк культуры и отдыха и принять участие в веселом Сабантуе. На традиционном празднике выступят заслуженные артисты Татарстана, Маликова, Валеева, Вагизов. Поднимите свое настроение вместе с Татаро-Башкирским центром «Ихлас». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Приятных вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok